Каждый год по одному дому. Такие планы у Севмаша по жилищному строительству. Сегодня, в день рождения предприятия, торжественно сдали в эксплуатацию третий дом для работников верфи. Девятиэтажка по улице набережной реки Кудьмы. На карте теперь под номером 7. А долгожданные ключи сегодня получили три семьи. Накануне Виталий Галушин приварил доску в честь закладки под лодки император Александр Третий. Сегодня получают в ключе долгожданные квартиры. Дважды честь выпала за добросовестный труд на производстве. Вместе с Виталием сегодня ключи получили еще две семьи. Севмаш сдал в эксплуатацию третий дом. Сегодня в городе сдается в этом году порядка 30 тысяч квадратных метров жилья. Это впервые за, вот именно в таком объеме, впервые за 25 лет. А в целом ведется строительство на 27 объектах. Сваи забили еще 25 лет назад. Столько же трудовой стаж Николая Цвиля. Сегодня посмотреть на двухкомнатную пришли всей семьей. Жилья своего нету. Живем с родителями. Поэтому, конечно, очень рады получить такую квартиру. И по цене более-менее приемлемо. В девятиэтажке 44 однокомнатные квартиры, столько же двухкомнатных и 9 трехкомнатных. Метраж трешки 90 квадратных метров. Всего 97 квартир. Претендентов было 237. Специальная комиссия при отборе учитывала востребованность профессии, стаж работы и даже дисциплину. В списке счастливчиков сборщики, сварщики, слесаремонтажники и специалисты. Часть затрат по ипотеке компенсирует завод. Здесь все по себестоимости. Около 40 тысяч квадратный метр. Плюс мы оказываем содействие нашим работникам по плате процентов по ипотечным кредитам. Я уже говорил внизу, что 2 миллиона мы потратили на это в этом году. И 5, почти 6, закладываем на следующий год. Значит, люди получают от 36 до 70 тысяч материальную поддержку, чтобы гасить кредит. Зависит от количества детей. Жилищная программа «Севмаш» рассчитана до 2020 года. Улучшить жилищные условия смогут 2,5 тысячи заводчан. В планах каждый год сдавать по дому. Первый этап программы – закончить недострои. Их в городе 10. Из списка уже выбыли дома по адресам Некрасова 50 и Победы 59А. «Севмаш» находится в золотой середине, потому что некоторые заводы запустили программу немножко пораньше. Но это многое зависело и от экономического состояния. Все-таки это привлекается не только бюджетное, но и не бюджетное средство. И хочу прямо сказать, что по итогам прошлого года «Севмаш» в предотвращении появилось значительную прибыль. То, чего не было раньше. Это говорит о том, что растет эффективность производства. Принять участие в торжественной сдаче дома планировал и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Но за сутки стало известно, визит в Архангельскую область он отменил. Марина Хохлова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.